Важные вопросы, которые хотелось бы отметить, это те вопросы, которые касаются программы оздоровления детей. Надо сказать, что было высказано много дельных предложений, в том числе и те школьные лагеря, детские лагеря, так называемые пионерские лагеря, которые в свое время были ведомственными, сейчас попали в очень сложное положение. Депутаты внесли предложение провести инвентаризацию, принимать коммунальную собственность и в перспективе сохранить эту базу для будущего, для наших детей. Мы включили эти вопросы. Ну и наряду с этим было внесено еще ряд конструктивных предложений по пришкольным лагерям, с учетом того, что мы выходим на совершенно новую форму оздоровления и с более полным объемом оздоровительного цикла. Особо хотел бы остановиться на бюджетных вопросах. Мы внимательно выслушали информацию начальника фин. управления Татьяны Петровны и Артур. И обратите внимание на конструктивную позицию правительства, которая была принята по этим вопросам. Ну прежде всего, привели нашу доходную часть к более реальному положению. То есть, если она была явно завышена искусственно, то сейчас, с учетом реального положения дел в экономике, значительно приблизили доходную часть к реальному положению. В связи с этим увеличили субвенции. И я хочу сказать, что даже в этой ситуации правительство четко выдерживает подходы по социальной защите. Вот по итогам последних месяцев, там период мы брали 5 месяцев, у нас выплаты составили более 200 миллионов гривен. Это на 40 миллионов больше, чем в прошлом году. Задают вопрос, какие это направления. Это увеличение той доли, которую получают отдельные жители, отдельные семьи, как социальные выплаты. Эта линия четко выдерживается. Положительно там заложены и другие моменты, которые касаются ремонтов, в том числе и по дорогам. И я думаю, что в конечном итоге изменится ситуация по положению дел с незащищенными статьями. Сейчас все защищенные статьи финансируются в полном объеме. Немножко у нас была задержка по бюджетикам на одну неделю. Это было связано с захватом казначейства в городе Донецке. И мы перешли сейчас на прямые отношения с казначейством города Киева. В связи с этим изменились подходы. Мы сейчас адаптировали всю нашу систему платежей. И таким образом выровняли ситуацию. По незащищенным статьям помощь нашего губернатора Сергея Алексеевича Таруты мы подтянули долги прошлого года. И сейчас мы выходим практически на расчет полный с нашими подрядчиками. Это открывает возможность перед нами выполнять работы, которые необходимы по подготовке города к зиме, по подготовке школ к новому учебному году. Ну, в общем, весь комплекс работ, который надо выполнять по городу. Ну, рассмотрены были и другие вопросы, которые мы рассматривали. Особо хотел бы отметить ту инициативу, которую проявили наши депутаты. И мы создали фонд поддержки наших военных. Вот я уже сделал первый вклад, 600 гривен своих отдал. Андрей Александрович Гридай там составляет список. Я думаю, депутаты поддержат активно эту позицию. Те ребята, которые защищают город, конечно, их надо поддерживать. Эта линия четко выдерживается. В принципе, многие вопросы сегодня перекликаются с мирным планом нашего президента, Петра Алексеевича Порошенко, который поставил перед городами, перед местными органами власти делать все по стабилизации обстановки в городах. Вы знаете, город Мариуполь находится в особом положении в Донецкой области. И в этой ситуации нам необходимо обеспечивать не только жизнедеятельность нашего города, но и помогать беженцам, людям, которые нуждаются в помощи. На вчерашний день у нас было более 300 беженцев. Если брать Новозовские и Большотрамневые районы, наши соседи, это более 2000 человек. Движение это идет. И мы готовы принимать, я уже называл, у нас около 1200 койко-мест, для того, чтобы можно было размещать временно, ну и в перспективе, может быть, и решать вопросы по жилью. У нас целый жилой квартал, рядышком здесь. И в данной ситуации, если будет программа социального жилья для переселенцев, вот заявки такие поступают от тех, кто приехал и в наш город, и в эти районы, мы их будем рассматривать. Все это я докладывал Сергею Алексеевичу Тарути. Вот он выходил в правительство по этим вопросам. В понедельник он проинформирует, в каком положении эти дела. Кроме этого, вчера в беседе с Сергеем Алексеевичем, когда я его информировал о положении дел в городе, он сказал, что он находится в Славянске-Краматорске. Задача как можно быстрее восстановить жизнедеятельность этих городов. Я предложил ему помощь от нашего города. В принципе, мы готовы послать бригады слесарей, которые бы могли восстанавливать бы водопроводы. Вы помните, в Бирдянске когда-то была беда, сильный шторм. И мы посылали туда своих спасателей, работали, и бирдянцы до сих пор с благодарностью вспоминают тот период. У нас есть толковые люди, и мы готовы оказать помощь. В понедельник, я думаю, будет ответ по этим позициям. То есть, таким образом, в данной ситуации мы обеспечиваем не только нормальную жизнедеятельность нашего города, выполнение всех работ, работу наших коммунальных предприятий, бюджетной сферы, но еще и намерены помогать нашим коллегам в тех городах, которые понесли вот такие большие потери. Вот так кратко я хотел бы ввести у вас в курс дел. Какие вопросы, я постараюсь ответить. Не забывай представляться. Юрий Юрьевич, Андрей Александрович, когда он выступал в последнее выступление, его было назвать, озвучил ряд пунктов предлагаемых, он справедливо отметил, что ниоткуда без добра, говорил о перспективах инвестиций, о том, что Мариуполь сейчас получил какой-то импульс дополнительный к развитию. Сейчас с не меньшей активностью, наверное, обсуждается тема создания так называемой Мариупольской и Азовской области и переквалификации нашего города в областной центр. Вы, как мэр этого города, с многолетним стажем, как вы считаете, насколько наш город достоин, скажем так, такой административного переустройства? Ну и как вы вообще к этой... Хорошо, ну давайте так, всему есть масштабы определенные по этим вопросам. Мариуполь численно сейчас 480 тысяч жителей. Прилегающие районы, ну это Новоазовский, Пашатравневый, так, ну можно там взять Володарский, Термановский, так, с натяжкой. И в данной ситуации это добавится еще, ну пускай там 120-150, ну пускай 200 тысяч. Ну в конечном итоге мы выходим где-то на 700 тысяч. Ну согласитесь, на 700 тысяч жителей создавать администрации, вот, управление, владеть этот весь штат, создавать правоохранительные органы со своими структурами и так далее. Ну это огромные затраты, которые должно нести государство. Моя позиция, наоборот, идти на польской схеме реформирования. Вот, и об этом говорил и наш президент. Вот когда у нас была встреча, в 19 июня, Петр Алексеевич принимал группу мэров из Донецкой области, во главе с губернатором, там как раз шла речь о децентрализации с укропнением, укропнением регионов. Поляки сократили ряд своих структур, укропнили, улучшили управляемость, больше того, мобилизовались и лучше средства, материальные ресурсы. Эта идея не новая, она давно крутилась. Преазовский край, но он был шире. Преазовский край, когда-то обсуждался, Таганрог, ну мы же относились к Таганрогскому уезду, Мариуполь-Бердятс, с тем, чтобы побережье Азовского моря было, ну как бы, под одним хозяином. Ну такая идея крутилась, но вы сами понимаете, насколько она нереальна сейчас. То есть в данной ситуации понятны мысли наших жителей. Они хотели бы больше самостоятельности. Я так понимаю эти пожелания. Вот и Юлия Николаевна тут вот находится, активно поднимают эту тему. То есть в принципе, вот сейчас как раз, надо как можно больше предложений от жителей собрать. С тем, чтобы потом их обсудить и учесть. В конечном итоге эти предложения носят конструктивный характер. Люди хотят жить лучше. Это главный тезис, который надо четко поддерживать. И в данной ситуации децентрализация, она как раз позволит нам выходить вот на такие решения. Спасибо. Юрий Юрьевич, у нас очень тесная связь, вы знаете, с жителями нашего города. Они нам очень много пишут и звонят. И вот у наших людей, к сожалению, нет такой уверенности вот в мире Мариуполь. Понимаете, очень все жидко. Сто километров от Мариуполя, там же совсем другая реальность и совсем другой мир. Так вот откуда такая уверенность у вас, у нашей власти? Вы бы с нами подберитесь, мы расскажем людям, может, у них появится такая уверенность. Вы бы хотели, чтобы у меня этой уверенности не было? Нет. Я просто, может быть, чего-то недопонимаю. Вот откуда такая вот... Я тревожусь ничуть не меньше вас, Юлия Николаевна. Я даю отчет себе прекрасно. И вот те ребята, которые по периметру охраняют город, и в аэропорту, и вот там батальона ЗОВ, вот я с командиром батальона познакомил, с Андреем Харьковчанин сам. Очень толковый командир. Вот познакомились и ребята, которые временно расположились здесь у нас, в пустующем общежитии этого интерната. Там около 100 человек их. И в данной ситуации эта учебно-тренировочная база, она временно будет. Сейчас подыскивается там, что при полигоне, там есть у нас под городом такие участки. Вот ребята, которые посвятили себя вот на данном этапе служению, вот там есть и дончане, там есть и мариупольцы наши, и киевляне. Вот бизнесом занимались в свое время. Вот когда так ближе с ними общались, вот открывается совершенно новый мир. Это люди вполне нормальные. И то, что там пытаются, там называли то Урзуф, то Сартана, в конечном итоге, ну стоит ли так подавать эти вопросы? Эти ребята действительно хотят защищать область, нашу Украину. Они четко стоят на патриотической позиции. И наш долг создать все условия для того, чтобы там нормально штат службы. И сегодня сессия приняла решение, и фонд тот, который мы создали, и по питанию этих ребят, это мы все будем обеспечивать. Тем более, что огромную помощь нам оказывает и трудовые коллективы. То есть я к чему клоню? Нам надо думать о том, чтобы город был защищен. И это наша позиция. Отсюда и определенные гарантии того, что можно сохранить город в этой ситуации. Конечно, если исходить из того, как банда Чечена сюда зашла, через посты, через все, с гранатометами, с автоматами, когда пришли на сессию 20 мая во дворцу молодежи, и депутаты, как говорится, все быстро разошлись. Это была шокирующая обстановка. Стоят снайперы на балконах, все это в ультимативной форме. Потом диктуют мне ультиматум. Ты в течение 5 часов явись коменданту, который называет себя комендантом, приди по стойке смирно, доложи ему, четко выполняй команды. В данной ситуации сказал, да, сто раз в отставку подам, но никогда не пойду на это. Врачи там, как говорится, начали лечить, слава богу, подлечил за этот период. Убрали это все в звену. Но теперь надо сохранить. Вот я вам вопрос, на вопрос хочу задать. Вы считаете, что вот когда с Греческой убрали это формирование, в принципе, вот этот этап, он свидетельствует о том, что в городе нормализовалась обстановка именно тем, что убрали это формирование, или изменилось и общественное мнение за этот период? Или изменилось и общественное мнение. Совершенно верно. И это главное. И то и другое. И это главное. Главное, что изменилось общественное мнение. 11 мая, давайте вспомним, после событий 9 мая, трагически, какая была реакция жителей. Вот пришли, голосовали на референдуме, даже не отдавая себе отчет о чем. Федерализация, там все. Вот в конечном итоге, просто протест. А уже через определенный период, когда они увидели, какие последствия от всего этого дела, что несет это формирование? Отнимают машины. Приходят, грабят бизнес. Как говорится, людей в нашем городе всячески там терроризировали. Изменилась ситуация, и мы к 25 мая, когда подошли, уже было другое мнение. А потом начали активно работать в этом промежутке времени трудовые коллективы, комбинаты, величайзовство, патрулирование по городу, акции протеста против этих всех силовиков, боевиков, которые были. В конечном итоге, мнение, начало меняться, общественное мнение в нашем городе. И это главное. По сути, эту технологию, как вот мы проходили этапы, надо применять, с моей точки зрения, и в Донецке, и в Луганске. У меня сегодня была беседа, телефонная с Ренатом Леонидовичем Ахметовым. Он очень внимательно относится к городу, еще раз заявил о том, что будет помогать ремонтировать и здание городского совета, и здание милиции восстанавливать, и так помощь городу оказывать по всем позициям. И вот как раз обсуждали эти вопросы. Вот, по сути, это та технология, которая была предложена и в том числе Ренатом Леонидовичем. Вот, если такие процессы будут идти и по Донецку, я общался и с Александром Алексеевичем, и у Кянченко, по этим позициям. Он тоже стоит на таких вопросах, что главное, изменить общественное мнение в городе. А дальше уже, как говорится, ведутся все вопросы. Эти моменты все, кстати, четко изложены в мирном плане президента. Основное требование там разоружение. И еще раз президент подчеркивал, если там нет крови на руках, амнистия впереди, и в данной ситуации, как говорится, выходят из этого процесса. Сохраняя город, сохраняя жителей. Ну вот, такие подходы, и мы четко стоим на этих тоже подходах. Спасибо. В продолжении, я думаю, будет небольшой, как вы видели вчера по 112 каналу, я видела, была бегущая строка о том, что в акватории Азовского моря в районе Мариуполя стоят 200 яхт для действительности. А кто это говорил? Это была бегущая строка. В бегущей строке автор был там? Ну, без автора. А почему? Автор был. То есть вам что-то известно, просто так известно? Ну, автор там был, ротный батальона. Если так пойдет, то скоро будет начальник командира отделения «Ефрейтеров», тоже давать свои какие-то комментарии. Ну, 200 яхт, ну, гипотетически, можно предложить, что они где-то бродят по акватории Азовского моря. Но реально, я такой информации не располагаю. И то общение, что было вот и с командиром, вот, тоже абсолютно не было этой информации. Может быть, это следствие от того, что атаковали тогда по гран-пункт, два катера подошли, если на мёд обстреливали. И отсюда, может быть, какие-то версии высказываются. Ну, может быть. Можно продолжение еще вопроса? Денис Хостиков, Гуруё. Вот вы описали, что там ситуация наладилась и так далее. Складывается впечатление, что Киев, ну, сила АТО, не настолько плотно знают местные особенности. Что-то, какие-то предпринимаются действия со стороны местной власти по охране стратегических объектов, таких как насосные станции и так далее. Так как участились диверсии, различные диверсионные группы работают по региону. Мы обсуждали этот вопрос после того, когда взорвали подстанцию, которая обслуживает телевышку. И начальник милиции Олег Валерьевич Паргун проинформировал меня о том, что он поставил в известность АТО и силой АТО заявили так, что стратегические объекты это их компетенция. И они берут под охрану эти объекты. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос еще к продолжению темы по АЗОВ. Какой помощи будет оказана горячее питание? В какую сумму это будет для бюджета? Чья это была собственная инициатива предоставить помощь ребятам такого рода? Ну и похожи ли они на тех страшных правосеках? Да нет, они абсолютно не похожи. Я еще раз говорю, это вполне нормальные ребята, патриоты Украины, бойцы, которые защищают Украину. Давайте исходить из этих позиций. Больше того, они тоже осуждают отдельные проявления, которые там были. И в данной ситуации они за то, чтобы была нормальная ситуация. Это главное. Что касается питания, общение с ними было. Это временный процесс. Пока они здесь дислоцируются, это по страховке на сессии было, чтобы хоть как-то там заложить какую-то сумму. Там же оказывается спонсорская помощь. Вот тот фонд, который инициирован был сегодня на сессии, вот то, что уже сдавали деньги, оно тоже будет направлено и не только по этому батальону, но и по Национальной Гвардии и по другим подразделениям. Вода, сигареты, ну все, что может, Бог передавать. Эта линия четко поддерживается. Спасибо. Это инициатива города, да? Конечно. Это инициатива города, да. Ага. И сумма какая? Ну сумма я там не помню. Там мы имеем право где-то около 100 тысяч без тендера. Но в данной ситуации я просто говорю, что эту мы сумму закладываем. Реально будет она использована или нет, вся в полном объеме я не готов ответить. Спасибо. Людмила Александровна. Юрьевич, я не проозвещала много вопросов по Асову. И вот депутат Грасов предложил, чтобы на следующей сессии пришел командир Асова. Вот вы познакомились и имеете свое представление. Мне кажется, это важно и для депутатов, и для журналистов, и для жителей города. То есть позиционирует... У меня будет очередной разговор с командиром, я ему это пожелание передам. Спасибо. Еще одна тема, она как-то так параллельно пошла. С одной стороны, Минюст инициирует запретку партии, с другой стороны, общественник Ким Мариуполь сегодня на сессии задавали вопрос по созданию следственной группы из числа депутатов, общественников, о деятельности депутатов городского совета, членов этой партии, во время всех этих событий. Как вы к этим процессам... Ну давайте так. Каждый должен выполнять свои обязанности. Есть правоохранительные органы, есть служба обеспечения Украины, в чем компетенцию входят подобные вопросы. И надо, чтобы специалисты профессионально занимались этими вопросами. А так легко скатиться на судилище, которое, как говорится, будет где-то в том числе из личных отношений сводить какие-то счеты. Вот Голодницкий вышел, он правильно ставит вопрос? Я полностью разделяю эту позицию, только я не знаю, как ее реализовать. Он говорит, мы честные предприниматели, мы торгуем легально, у нас магазины платят налоги. Киоски, которые попролепились и легализовались через решение суда, они все легализованы? Вы же попробуйте троте эти киоски. Они легализованы решением суда, или Човского суда, или там Жалтного суда, или там Жанекицевского, Приморского. И в данной ситуации они перехватывают покупателя. И что ему можно сказать? Что в данной ситуации ты не плати налоги, так как и они не платят. Поэтому вот сегодня инициатива прозвучала, вот Андрей Александрович когда я озвучил ее, что в конечном итоге давайте определимся. И не суды должны решать вопросы, какие точки торговые должны быть в городе, а наверное все же, как говорится, это компетенция местных воронов власти. Если у нас такие будут права, тогда можно и отвечать по ситуации. Если кто-то за нас что-то решает, навешивая все на местную власть, как тогда выполнять свои обязанности? И таких примеров много. Поэтому в данной ситуации я разделяю четко в позицию, тут должны заниматься компетентные органы. Спасибо. И такой еще вопрос. Вот сегодня опять же эта тема поднималась насчет секретаря городского совета. Андрей Александрович сказал свою часть, но возникает вопрос. А почему фракция партии регионов, которая тогда предлагала кандидатуру Петра Иванова, отказалась от этой кандидатуры и от этого сценария? Иванов сейчас он где-то перед выборами воспаление легких. Глубокое было. Он заболел и до сих пор его нет и на связь он не выходил. Поэтому в данной ситуации Андрей Александрович стал согласен и заниматься партией регионов, потому что осенью могут быть выборы, и одновременно выполнять обязанности секретаря городского совета. Нас это полностью устраивает. Очень интересные инициативы от регионалов в прошлой части. Но по тендерам, насколько я понимаю, это нужно какие-то законодатели в данной ситуации наоборот. Мы открыты, то, что законодательно, это правильно. Вы совершенно правильно ставите. Все это должно быть не любительским, а оно должно быть в правовом поле. Но тут суть заключается в чем? Чем больше открытости, тем больше гарантии того, что там не будет каких-то нарушений. И в данной ситуации основной тезис там гласность, открытость этого процесса подконтрольность. И логика этого дела вот она полностью вписывается и есть там вот 15-й, по-моему, пункт мирного плана нашего президента, где речь идет об инвестициях и 14-й пункт о новых рабочих местах. Чем больше будет гласности, чем больше открытости, тем меньше рисков для инвестора. И в данной ситуации, если эта территория имеет такие подходы, это гарантия того, что инвестор не потеряет, как говорится, свой капитал, свою собственность, которую тут вкладывает, оно все открыто, прозрачно. То есть здесь решается и вопрос борьбы с возможной коррупцией, другими нарушениями. И здесь есть привлекательность этой территории по инвестициям. Вы помните наш разговор у губернатора. Он специально поднял вопрос по специальным экономическим зонам и территориям приоритетного развития. То есть сейчас идет поиск, каким образом сделать более привлекательной Украину для инвестиций и более привлекательной территории города. Вот эти шаги как раз направлены на эти цели. Я хотела вот что уточнить. Вы уже внедряете это либо ожидаете чьего-то ситуации? В данной ситуации эти предложения озвучены для того, чтобы получить поддержку от депутатов. А далее это все уже будет развиваться в том числе и в рамках нового правого поля. Но мы дожидаться не будем открытость, та, которая там заложена, уже будет соблюдаться в притадах. В данной ситуации я не готов ответить на этот вопрос, потому что здесь больше характерно сила увековечить память об этом человеке. Мы знаем Виктора Александровича, я помню, подписывал где-то зимой еще паспорта многодетной семьи. Вот. И посмотрел это Виктор Александрович Саенко, его супруга, трое детей. Это многодетная семья и там я выписывал недостоверение вот как многодетной семье. И в данной ситуации так оно отложилось и в памяти. И это действительно был офицер, который являлся, как говорится, настоящим, настоящим командиром с глубоким авторитетом и уважением. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Творческих успехов и удачи! Всего доброго!